Девушки отдыхают Он запомнился нам годом знаковых событий и ярких впечатлений, неразрывно связанных с трансформацией Казахского национального университета имени Аль-Фараби в ВУЗ мирового уровня. Университет 4.0. Первые дни Нового года состоялся визит делегации казну в Университет Кафоскари в Венеции в известном культурном и туристическом центре Италии. В этом старинном университете, имеющем репутацию одного из лучших вузов Европы и мира, был дан старт работе Центра казахстанской культуры. На базе медицинского факультета университета совместно с ЮНИСЕФ, Всемирной психиатрической ассоциацией и другими авторитетными международными организациями прошла конференция с участием министра здравоохранения Ельжана Бертанова. Коллектив ученых казну под руководством ректора университета, академика Галыма Мутановича Мутанова, получили три патента США на уникальные технологии, не имеющие аналогов в мире по извлечению бериллия. В февраль. Майкрософт высоко оценила работу университета среди вузов мира в широком применении IT-технологий и облачных сервисов. Глава государства Нурсутан Назарбаев встретился с ректором казну имени Альфа-Раби Галыма Мутановым. Ректор университета Галым Мутанов представил главе государства информацию о реализации проектов в сфере IT и новых технологий, а также рассказал о процессе налаживания межвузовского взаимодействия в рамках создаваемого IT-технопарка на базе университета. По результатам рейтинга QS World University Tranking by Subject казну впервые вошел в топ 150 лучших вузов мира в предметном рейтинге QS по гуманитарным наукам. Это результат огромной системной работы, проводимой в казну по трансформации в исследовательский университет мирового уровня. Во дворце студентов имени Жоуда Збекова прошел торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Следуя доброй традиции, мужчины казну подарили праздничный концерт прекрасной половине университета. Делегация из Индии во главе с директором компании Neo Institute of Medical Sciences and Technology LTD доктором Бурадивия Сунитхараджем выразила заинтересованность в обучении 250 индийских студентов на медицинском факультете казну. Апрель По результатам независимой оценки, проведенной агентством QS в 2018 году, казну стал первым вузом Казахстана и единственным в Центрально-Азиатском регионе, получившим 4 звезды превосходства в международном рейтинге QS Stars Development Roadmap. Впервые в Казахстане и на постсоветском пространстве состоялось заседание авторитетной межправительственной организации КомСАЦ. Казну, являясь центром передового опыта КомСАЦ в Казахстане, развивает сотрудничество с ведущими научно-образовательными центрами 25 стран Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки. Казну стал членом престижной международной организации «Сеть университетов социальной ответственности». Он объединяет такие известные вузы, как Манчестерский, Кембриджский, Пекинский, Гонконгский политехнический и другие университеты. В апреле традиционно стартовали пятые международные фарабиевские чтения, в которых приняли участие более 50 исследователей из 30 стран мира, а также представители международных организаций ООН, ЮНЕСКО и Тюрксой. Лауреат Нобелевской премии Азиз Санжар провел в университете открытую лекцию и пригласил студентов на стажировку в свою лабораторию. Это 10-й Нобелевский лауреат, который выступил в ведущем вузе страны. В казну состоялось открытие антикоррупционного научно-образовательного кластера с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпикбаева и Акима города Алматы Бауржана Байбека. Данный кластер включает в себя деятельность научно-исследовательского института антикоррупционных технологий, проектного офиса Санала УРПАК, общественной приемной гражданский контроль и призван стать мозговым центром формирования антикоррупционной культуры. Казну с большим размахом отметил праздник на УРОС. В нем, наряду с преподавателями и студентами университета, приняли участие представители дипломатических миссий зарубежных стран, а также представители ООН и ЮНЕСКО. Номинационный комитет Европейской ассоциации университетов выдвинул ректора Казну на пост президента этой международной организации. Выдвижение представителя Казахстана на высокую должность является признанием достижений системы высшего образования страны на мировом уровне. Министр иностранных дел Республики Казахстан, выпускник исторического факультета Казну 1987 года Хайрат Абдрахманов выступил с актовой лекцией перед преподавателями и студентами университета. С участием министра состоялось также открытие именной аудитории первого казахского дипломата, выдающегося политического и общественного деятеля, первого посла Советского Союза в Саудовской Аравии Назира Торикулова. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел международный форум в рамках программы «Рухани Жангару». Инициатором его проведения стал ведущий казахстанский вуз – Национальный университет имени Аль-Фараби. Участники форума ознакомились с новой моделью развития казахстанского вуза – университет 4.0. Она объединяет четыре составляющие – образовательную, исследовательскую, инновационно-предпринимательскую и духовно-нравственную. Четким ориентиром в этой деятельности является государственная программа «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Огромный интерес и живой отклик участников конференции вызвало выступление ректора казну имени Аль-Фараби академика Галыма Мутанова, который представил новую модель университета 4.0, основанной на идеях великого философа Востока Аль-Фараби о добродетельном обществе. Опыт инициативы казну глобального хаба программы ООН «Академическое влияние» особенно актуальны и востребованы, а наследие Аль-Фараби является примером преобразующей силы знания, которое и по сей день не объединяет и обогащает ум и сердце. Активная деятельность нашего университета по вовлечению академического сообщества в реализацию 10 принципов ООН по развитию человеческой цивилизации получила высокую оценку. Решением Организации Объединенных Наций полномочия казну как глобального хаба программы ООН «Академическое влияние» продлены до 2020 года. 17 мая на платформе Астанинского экономического форума казну имени Аль-Фараби открыл Институт устойчивого развития имени Пан-Гимуна. Это решение было объявлено по итогам успешной руководящей деятельности университета в области устойчивого развития. Завершил месяц грандиозный праздник – День выпускника казну. Ежегодно он отмечается с размахом и собирает выпускников разных лет, почетных гостей, представителей государственных структур, научной общественности, средств массовой информации, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья. В этот день состоялось торжественное открытие двух великолепных фонтанов – Тайхазан и Менгалекьель, олицетворяющих единство, благоденствие и процветание. Начало лета ознаменовалось знаменательным событием. Казну вновь продвинулся вперед в международном рейтинге QS World University Rankings и вошел в топ-220 лучших вузов мира. Только два университета на постсоветском пространстве вошли в эту группу – Казну и МГУ имени Ломоносова. Учитывая возрастающую роль университета в глобальном научно-образовательном пространстве и феноменальные продвижения в международных рейтингах, исполнительный совет QS решил провести в сентябре 2019 года форум QS Worldwide в казну имени Альфа-Раби. На крупнейшей бизнес-выставке «САП» в Казахстане, которая прошла в Астане, состоялось подписание соглашения о вступлении казну в университетский альянс «САП». На базе вуза открыта инновационная лаборатория «САП Next Gen Labs» для решения задач бизнеса и экономики страны, а также для обучения преподавателей и студентов новым IT-технологиям. На базе научно-исследовательского центра «Геоэнергетика» прошла летняя школа «Тотал Энерджи» с участием ведущих зарубежных ученых. Казну и Американ Университи оф Рас Аль Хаймах из Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве. Казну занял первое место в категории многопрофильных университетов в рейтинге «Казахстан-2050» — национальный рейтинг по инновациям и академическому превосходству. Состоялся визит ректора Казну академика Галыма Мутанова в Оксфордский университет. Была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере науки и образования. Лучшие магистранты и докторанты Казну будут направляться в Оксфорд для прохождения обучения по совместной образовательной программе «Введение в науку». Казну посетил руководитель подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате ОИС Аскар Мусинов, который сообщил о готовности открыть в университете Центр Организации Исламского Сотрудничества. Наши студенты приняли участие в 18-х летних азиатских играх, которые прошли в столице Индонезии – Джакарте. Серебряные медали выиграли борцы Нурмахан Теналиев и Алмат Кебезбаев, бронзовую – Эльмира Сыздыкова. В плавании Дмитрий Баландин и Адельбек Мусин стали бронзовыми призерами. В австрийском Альбахе на политическом форуме, собравшем 5000 участников из 100 стран мира, ректор казну Галым Мутанов, экс-президент Австрии Хайнс Фишер и 8-й генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Центром глобального гражданства из Австрии, Институтом устойчивого развития из Южной Кореи и Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. Притворяя в жизнь задачи, поставленные главой государства, казну первым из вузов Казахстана открыл программу постдокторантуры. Этот важный шаг направлен на дальнейшую трансформацию университета в передовой исследовательский вуз мирового уровня и повышение конкурентоспособности казахстанской науки в глобальном научно-образовательном сообществе. Университет стал абсолютным лидером среди вузов страны по количеству полученных грантов на обучение. Более 6600 лучших выпускников школ в этом году выбрали казну и получили государственный образовательный грант. Всего в этом году в казну поступило 11 тысяч студентов, магистрантов и докторантов, в том числе из дальнего и ближнего зарубежья. За всю историю казахстанского высшего образования такого успеха не добивался ни один вуз. Во дворце студентов имени Жодлазбекова прошел поэтический вечер знаменитых поэтов современности Олжаса Сулейменова, Сергея Гондлевского, Бахыта Кинжеева, Алексея Цветкова. Во дворце студентов прошла отчетная встреча ректора казну Галыма Мутанова, который рассказал о достижениях и перспективах развития вуза. В традиционном празднике «Посвящение в студенты» приняли участие более 7 тысяч первокурсников. Состоялось первое региональное совещание организации ИСЕСКО, посвященное продвижению исламской сети биосферных заповедников. Во встрече приняли участие представители 10 государств-членов ИСЕСКО, эксперты из Китая, России и Офиса ЮНЕСКО в Алматы. По результатам исследования британского агентства Times Higher Education, Казну первым среди университетов Центральной Азии вошел в группу тысячи лучших вузов мира The World University Rankings 2019. Казну принял участие в Islamic Finance Week в качестве передового университета по внедрению и развитию модели исламских финансов в сфере образования. Поэтический сборник стихов Галыма Мутанова «Жан Желуо» «Тепло души» удостоен престижной международной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя. Научный журнал Казну по биологии и химии International Journal of Biology and Chemistry вошел в базу данных новых научных источников Web of Science Core Collection, что является очередным высоким достижением. Казну, единственный из вузов Казахстана в рейтинге QS, вошел в топ-20 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии и в очередной раз подтвердил свою высокую конкурентоспособность в мировом научно-образовательном пространстве. На сцене Дворца студентов имени Жода Збекова прошел гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля художественной самодеятельности «Таланты первокурсников». Казну признан лидером Казахстана по количеству публикаций в рейтинговых научных журналах, входящих в ведущие международные базы данных Scopus и Web of Science. Кроме того, ученые университета были награждены в шести из девяти номинаций. В рамках программы «Рухани Жангру» и проекта «Айналандон Нурландор» в канун Международного дня студентов во Дворце студентов имени Жода Збекова прошел музыкально-поэтический вечер «Жанжело». Программу вечера составили лирические песни, написанные на стихи ректора Казну Галыма Мутанова. Состоялась презентация первого раунда антикоррупционных рекомендаций в сфере образования и науки Казахстана. Деятельность научно-образовательного кластера по формированию антикоррупционного сознания, созданного в казну, и проектного офиса «Санало-Урпак» получила высокую оценку председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпигбаева. Университет посетил заместитель премьер-министра Оскар Жумагалиев. Он отметил большой вклад казну в реализацию республиканской программы «Цифровой Казахстан». Состоялось открытие историка художественной экспозиции «Семь граней Великой степи». Данная экспозиция отражает все семь символов исторического наследия казахов, отмеченных в статье Ельбасо и свидетельствующих о передовых знаниях и технологиях наших предков. В преддверии года молодежи в казну грандиозно прошел шестой республиканский студенческий патриотический форум «Менджа Старга Синеман», посвященный Дню первого президента Республики Казахстан. В нем приняли участие более 500 студентов из 70 региональных университетов. Президент Италии Серджо Моторелло наградил ректора казну академика Галыма Мутанова орденом за заслуги перед Итальянской республикой. От имени президента высшую государственную награду вручил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Казахстане Пасквале де Авино. По данным исследования авторитетного европейского рейтинга Academic Ranking of World Universities European Standard, казну стал лидером среди высших учебных заведений Казахстана. По своим показателям AA он стоит в ряду ведущих европейских университетов и значительно опережает другие казахстанские вузы. В этом месяце в казну начал работу Центр дистанционного зондирования Земли, открытый совместно с Академией наук КНР. А компания Илона Маска SpaceX с космодрома в американском штате Калифорния осуществила запуск наноспутника Alpha-Rabit 2, созданного в университете. Это еще одно большое достижение в деле создания в казну кластера космических технологий. В канун Дня Независимости состоялось торжественное мероприятие, приятным сюрпризом которого стало открытие в университете Зимнего Сада и нового студенческого зала для занятий танцами. В глобальном рейтинге UI Green Metric Ranking of World Universities казну укрепил свои позиции в топ-200 самых экологичных университетов. По сравнению с прошлым годом казахстанский вуз поднялся в этом престижном и авторитетном рейтинге на 14 пунктов, заняв 172 место среди 700 вузов из 78 стран мира. Президент Национального фонда Азербайджана Дейдек Оркут наградил ректора казну Галыма Мутанова Орденом Золотое Сердце в знак признания его заслуг в науке и образовании, а также большой вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей двух дружественных стран. Казну имени Альф-Раби был удостоен звания лучшего университета тюркского мира. Президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Джаньяр, отметив достижение казахстанского вуза, вручил ректору международную золотую медаль. Вот так интересно и насыщенно пролетел уходящий год. Благодаря огромному труду, сплоченности, профессионализму и энтузиазму коллектива, Казну динамично развивается и устремлен в будущее. Следующий год знаменательный для казну. Он будет отмечен празднованием 85-летия университета. Мы уверены, что коллектив встретит его особыми успехами и новыми достижениями. В 2019 году Казахскому национальному университету имени Альф-Раби доверено проведение трех важных международных форумов. Это выставка-конференция QS Worldwide к совершенству на основе гармонии человеческого наследия и высоких технологий, Генеральная ассамблея сети университетов «Шелкового пути» и воркшоп для преподавателей Международной сети университетов социальной ответственности. На мероприятиях столь высокого международного уровня соберется свыше 800 лидеров академических кругов, руководителей ведущих университетов и известных ученых мира. Такого не добивался еще ни один ВУЗ. От всей души поздравляем всех с наступающим новым 2019 годом. Пусть он наполнит нашу жизнь яркими событиями, будет щедр на новые старты и перспективы, станет гоном грандиозных достижений и уверенных побед на пути к созданию университета нового поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова